Два года назад жители посёлка Кокбулак стали полноправными жителями Шымкента. Правда, назвать массив частью мегаполиса язык не поворачивается. В населённом пункте периодически отключается электричество, а об интернете и мобильной связи и говорить не приходится. Здесь их просто нет. Когда начался карантин, более 500 школьников и 200 студентов были вынуждены переехать к родне с окраины в центры Шымкента. В противном случае они просто не смогли бы участвовать в учебном процессе. И, похоже, новый учебный год для них начнётся с тех же проблем. Как они будут получать знания, если нет интернета? Ладно, интернет. Мы по телефону-то общаться не можем. Чтобы позвонить мне, 60-летним, приходится вон туда идти, к железной дороге. А те, кто помоложе, идут туда, на холм. И действительно, мобильная связь в этом населённом пункте доступна или на или вдоль железнодорожного полотна. Отправить видео порой можно лишь с риском для жизни. Жители обращались с этой проблемой в разные инстанции. Но на свои письменные и устные обращения получили лишь обещание. Если не могут народ понять и провести интернет, то зачем нам такое государство? Можно ли людям на что-то надеяться? Мы не еду просим, не дома. Просим ради будущего этой страны, ради детей наших. Просто провести нам интернет. И всё, нам больше ничего не нужно. Эта антенна должна распределять интернет нескольким селам. Но от Кукбулака она на порядочном расстоянии. Районная администрация, понимая ситуацию, в которой оказались жители, неоднократно обращалась с этим вопросом в городское управление цифровизации. Там со свойственной управлению стабильностью в очередной раз пообещали. Мол, всё будет, но, видимо, не сразу. Будут установлены антенны, распределяющие сеть. После этого у жителей Кукбулака будет стабильный интернет. Думаю, до 1 сентября. Во всяком случае, нам так пообещали в городском управлении цифровизации. Правда, сами жители населённого пункта об это очередное обещание верят слабо. Говорят, если всё на самом деле так просто, то что мешало установить эти антенны раньше? До начала учебного года осталось чуть больше недели. Продолжение следует...